итак приступим нам понадобится первая досточка вот такая и деталь первая деталька с первым номером вот она мы ее выдавливаем из доски аккуратно нажимая в места где вы видите перемычки достаем и готовим зубочистки зубочистки мы видим по инструкции нужно поделить на пополам для этого мы немножко ножиком делаем надрез и дальше можно зубочистку обломать она так делится легко на две части обращаю внимание на то как располагается деталька будьте внимательны не переверните ее располагайте таким образом как это обозначено на инструкции вставляем зубочистки в отверстие обозначенное в инструкции обращаю внимание большое отверстие с правой стороны внизу следующая деталь под номером 2 одевается сверху вот она достаем ее путем выдавливания и точно также совмещаем маленькое отверстие с маленьким большой от большим и одеваем сверху аккуратненько на каждую зубочистку чтобы деталь не сломалась следующая деталь по под номером 3 точно также одевается сверху совмещаем отверстие маленькое с маленьким большой с большим и одеваем третью детальку достаем деталь номер четыре вот она на доске и обращаем внимание на то как она расположена с со стороны где маленькое отверстие должен у нас получиться вот такой уголок и одеваем деталь сверху опять аккуратно придавливаем возле каждой зубочистки чтобы ничего не сломать одели все детальки хорошо между собой соединены и мы видим значок в инструкции о том что лишние зубочистки можно обрезать что мы и делаем немножечко подрезаем зубочистку и дальше ее можно обломать если остались какие-то заусенцы можно их немножечко подрезать вот такая у нас получилась деталька вы видите с двух сторон здесь и здесь остались дополнительные отверстия ничего туда устанавливать не надо это просто декор больше зубочистками соединять не нужно и нам понадобятся две такие детальки собираем потом под такой же схеме 2 2 детальку сначала достаем первую деталь отрезаем 5 зубочисток коротких для этого делим большую зубочистку напополам и вставляем в отверстие первой детальки блок который мы собираем сейчас называется блок м1 их у нас должно получиться два абсолютно одинаковых не зеркальных деталька номер два одевается сверху совмещаем отверстие и и одеваем следующую вторую деталь опять аккуратно на каждую зубочистку потихонечку одеваем одеваем детальку чтобы деталь не сломалась следующая вот 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 отверстие вот и дожимаем чтобы нигде не осталось пустого места и достаем детальку номер 4 опять смотрим на маленькое отверстие и ему соответствует угол на 4 детальки одеваем и точно так же как в первом блоке обрезаем лишние зубочистки и того у нас получилось два одинаковых блока это блоки под названием m1 собрали откладываем пока в сторонку и дальше приступаем к сбору следующего узла это у нас деталь под номером 13 вот она на доске она довольно тоненькая поэтому возможно нам понадобится помощь хелпера вот два хелпера которых я говорила в начале сейчас нам понадобится вот этот деталь к номер 13 аккуратненько нажимаем хелпером в местах где видим закрепленной закрепление к доске перемычкой и деталь к достается деталь номер 13 и также нам понадобится блок с деталями 14 вот они достаем целый блок деталь к 14 аккуратненько выламываем можно хелпером можно пальцами кому как удобней и должно у нас получится 16 штучек пустой блок сторону 16 деталек видим на них от зубочисток остались небольшие заусенцы и их нам нужно немножечко почистить для этого мы берем наждачку и чуть-чуть зачищаем края 16 16 детали это нужно для того чтобы детальки не за что другое не цеплялись так как это двигатель и нам важно его правильная работа так как climate и так так Деталь 13 нужно смазать воском в местах, где у нас будут одеваться детальки номер 14. Обращаю ваше внимание, что деталь 13 несимметричная, у нее есть с правой стороны, если мы возьмем, как нарисовано в инструкции, шип будет у нас, коротенький, а с левой стороны длинный. Вот на вот этот короткий шип мы его тоже немножко смажем и одеваем 14-е детальки. Аккуратненько по одной до конца, до упора на 13-е детали. Детальки 14 тоже смазываем между собой по плоскости и на торцах. Вот. 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 Продолжение следует... 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 И сверху будет одеваться шайба 12-я. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На коленичатый вал... На коленичатый вал... Продолжение следует... 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 и совмещаем смазываем шип и надеваем деталь номер 12 длинное отверстие вдоль длины шипа таких поршней у нас должно получиться 8 так 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 Продолжение следует... Старайтесь одевать деталь номер 12 аккуратно, чтобы не сломать шип. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совмещаем детальки, смазываем и надеваем шайбу. И последние две... Продолжение следует... Последняя десятая деталька... И одиннадцатая... Смазываем шип... И надеваем двенадцатую детальку. Закончили. Далее... Это у нас получился блок М3. Можно пока его отложить. Далее... У нее имеется такой вот выступ. И ее нужно... Немножечко... Немножечко... Зачистить... У всех отверстий, так как... Здесь будут... Вращающиеся шайбочки, которые... Должны хорошо... Иметь свободный ход... И с обратной стороны тоже. Это такой... Небольшой секрет... Который можно сделать... И этим... Улучшить работу двигателя. Дальше... Теперь... Плоскость... Детали... И... Отверстия... И... Боковые пазы... Нужно смазать воском... Еще раз обращаю внимание... С какой стороны должна быть... Должен быть выступ на детали... С левой стороны... И... Берем две наши детальки... М1... Внимательно... Обратите... Тоже обратите внимание... Зубчик должен быть с правой стороны... И... Обратной стороной мы вставляем блок М1... В шестую деталь... Можно перейти ее на стол... И... До конца посадить в паз... Дальше нам понадобится блок М3... Который мы только что собирали... Он ставится... Отверстием к себе... Отверстием... И... Можно смазать... Воском поршни... Чтобы они... Лучше ходили... Отверстием коротеньким с шипом... Нужно попасть в отверстие... Среднее... На шестой детальки... И все поршни... Поделить на две части... Вот таким образом... Вот таким образом... Первый поршень... В направлении от себя... Идет в левую сторону... Второй поршень... Идет в правую сторону... И так попарно... Соединяем детали... И... Ставим коленвал... В отверстие... Дальше... Следующий блок... Номер М1... Точно так же... Ставим... В паз детали... Номер 6... Вот сюда... Обратите внимание... Здесь... Зубцом... К... Детали номер 6... Точно так же... Надо... Направить... Поршни в отверстие... И... Нужно опереть... И попасть... В паз детали... Номер 6... Следующий нам понадобится... Блок М2... Коротеньким шипом... Ставим его в... Вот это отверстие... Детали... Детали номер 6... Детали номер 6... И... Закрепляем деталью номер 5... Ее я рекомендую тоже... Немного затереть... Наждачной бумагой... И... Смазать... Смазываем... Внутри отверстия... И... Пазы... Деталь номер 5... Симметричная... Продеваем... Наша... Направляющая... Сквозь отверстия... И... Зажимаем... Шипы... Не пытайтесь сразу... Два... Лучше один... Потом второй... Важно зажать плотно до конца... Чтобы детали правильно друг с другом... Соприкасались... Соприкасались... Можно опереть об стол... Если не удобно это сделать руками... Главное... Ничего не поломать... Получили такой блок... Тут уже можно проверить... Работу... У нас все легко двигается... Вращается... И дальше мы одеваем... Шестереночку номер 16... На длинную ось... Она находится на доске номер 2... Вот она... Предварительно смазывая... Основание... Осина... Которой она одевается... И еще раз... Плоткая детали... И саму шестеренку... На шестеренках иногда появляются... При выламывании вот такие вот заусенцы... Их нужно сразу удалять... Чтобы они не мешали работе... Шестереночка одевается... На короткую ось... С отверстием... И... Здесь нам понадобится хелпер... Который отмеряет длинный зубочисток... С размером номер 2... Берем зубочистку... Режем ее напополам... Режем ее напополам... Подставляем в отверстие номер 2... И... Срезаем... Где заканчивается... Отметка хелпера... Вот... Получилась такая коротенькая... Зубочистка... Которую оставим в отверстие... Оси... И закрепляем... Шестеренку... Можно немножко помочь себе хелпером... Шестеренку��ет... В Aristон these... Отметке... Шестеренкуль essayerом специально... Через 이번 identificаться с мастерами... И надеваем седьмую деталь. Седьмая деталь опять находится на первой доске. Ее зачищаем. Устанавливаем сверху и закрепляем зубочистками. Режем напополам. И вставляем в отверстие. Лишние зубочистки с двух сторон обрезаем. Субтитры делал DimaTorzok И так요. Режем напополам. Д Shaquille. И еще раз. Лишние зубочистки с зубочистки. приступаем к сбору клапанов для этого нам понадобится 8 зубочисток клапанов у нас будет 16 8 больших и 8 чуть поменьше и и и и и детальки номер 18 и 19 вот они 18 меньше 19 больше достаем эти два блока и с помощью хелпера достаем детальки начала детальки 19 их восемь штук также нам нужно отмерить расстояние по пятому делению хелпера и у нас получится 16 таких зубочисток двигателя довольно сборе двигателя довольно кропотливая работа очень много мелких деталей и 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 Итак, имеем 16 готовых зубочисток, которые вставляем в детальки номер 19, которые мы достали. Можно немножко смазать конец воском, чтобы лучше они заходили. И чуть-чуть опирать на стол. Получаются вот такие вот части. Каждую нужно поставить до конца, чтобы они получились все одной длины. Чтобы в итоге, когда мы поставим их в двигатель, они у нас красиво двигались по очереди. Пять уже готово. Шестая. Обратите внимание, вот если немножко криво стала зубочистка, нужно ее выровнять или поменять зубочистку, чтобы клапан стал ровненько. И восьмая готовая. Восемь больших и теперь восемь чуть поменьше. Восемнадцатые детальки. Выламываем их аккуратненько. И точно так же чуть-чуть смазывая. Кончик зубочистки. Одеваем. И ставим немножечко в сторону, чтобы не перепутать. И последнее. И последнее. Где-то потерялся кусочек зубочистки. Но можно отрезать еще по пятому номеру хелпера. И тоже смазываем на конце. Теперь, когда все шайбочки 18-19 одеты на зубочистке, их очень легко зачистить по окружности. Каждую по очереди чуть-чуть прокрутили и зачистили. От заутенцев, чтобы они не мешали движению и работе клапанов. Так же можно зачистить концы. Свободные концы зубочисток. И тоже смазать их. Я использую и такую, и такую свечку. Они, в принципе, одинаковые. Просто удобней пользоваться, когда есть основание, за что держать. И вот так быстро чуть прокрутили и шайбочка смазалась. Готово. Мы подготовили наши клапана. Переворачиваем страничку инструкции. И здесь мы видим схему, как эти клапана должны располагаться в нашем двигателе. Держим двигатель к себе длинной осью. И начинаем с правой стороны. Первая у нас идет деталь К2. То есть клапан 2. Это детали, которые мы делали первыми. Это с шайбочкой номер 19. Они чуть-чуть побольше. И с шайбочкой 18. Чуть-чуть поменьше. Это деталь К1. Начинаем мы с детали К2. И она первая идет у нас в отверстие. Для того, чтобы ее правильно установить, мы подвигаем хелпером с обратной стороны для нее направляющую. Вот она. Ставим детальку в отверстие. И дальше, попадая в направляющую, устанавливаем на место. Первая готова. Дальше по схеме идет клапан номер 1. И ему соответствует на оси третья по счету деталька. Направляем ее. И устанавливаем. Бывает немножко сложновато попасть. Да, надо немного изловчиться. Но оно того стоит. Результат нас должен порадовать. И следующее. То есть, как вы видите, детали через одну. Одна идет направо. Другая пойдет в левую сторону. Вот она. Будет соответствовать клапану с этой стороны. Сейчас мы пока оденем правую сторону. Потом перейдем к левой. То есть, нам нужны нечетные детали. Первая, третья, следующая идет пятая. И клапан номер К2, маленький. Ставим в эту детальку. Есть. Следующий по схеме клапан. Большой. Подправляем. Если немножко кривость становится. И выравниваем. Смотрим на нашу схему. И у нас получается К2, К1, К1, К2. Следующий у нас будет опять К2. К2. Дальше идет К1. Выбираем направляющие через одно. И устанавливаем клапан К1. Следующий, опять маленький, К1. Помогаем себе хелпером. И он становится на место наш клапан. Последний клапан с номером К2 большой. И с этой стороны последнее под него отверстие. Готово. С правой стороны мы установили все клапаны. Переходим к установке на левую сторону. Здесь у нас идут тоже они через один направляющий. И мы прикладываем схеме. Смотрим ориентир большое отверстие. И начинаем с левой стороны. Это клапан номер 2 большой. Устанавливаем его в отверстие. Следующие идут два маленьких. К1, К1. 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 4, К2, 5, К2. И следующие 2, К1, К1, 2 маленьких. Помогаем хелперам. Продолжение следует... И остается последний номер К2. Все клапаны у нас поставлены. И теперь нам нужно их аккуратненько дожать, чтобы они полностью встали в отверстия направляющих и имели нужную длину. Теперь немножко прокрутив за ось, вы можете увидеть их работу. Они двигаются попарно и по очереди. Далее у нас по инструкции идет переход уже к сбору резина мотора. Но я хочу показать вам небольшую подсказочку, как сделать так, чтобы дальше было немножко удобнее собирать. Если вы откроете 25 страничку инструкции, вы можете и шаг номер 3, вы увидите, что деталька номер 15 и 16 должны установиться вот на этот шип. Мы поставим деталь номер 15 сейчас, так как потом это будет сделать немножко неудобно. Возможно, но немножко неудобно. Поэтому мы поставим деталь номер 15 сейчас. И перейдем к следующему шагу согласно инструкции. Для этого шип нужно немножко смазать и аккуратненько, держа с этой стороны ось, одеть детальку номер 15. Ее нужно зачистить и смазать. Аккуратненько одевайте, так как деталька очень маленькая, чтобы ее не сломать. Но даже если вы сломали, у вас что-то не получилось, есть запасная деталька номер 15 в комплекте. Вот здесь она стала и теперь она на своем месте. Все, наш двигатель можем пока отложить и вернуться к сбору резиномотора. Это страничка номер 9. Продолжение следует...